Времяпрепровождение Занимаюсь тем, что готовлю себе светлое будущее. Ну, вы знаете, что светлое будущее надо готовить самостоятельно, потому что те, кто понадеялся на него из уст Никиты Сергеевича Хрущева, коммунизма так и не дождался. Ну, там были всякие мелкие попытки локальные вокруг улицы Грановского и кое-где еще устроить все коммунизм, но он оказался недолгим, и, в общем, пришлось бежать. Я на самом деле готовлю груши для светлого будущего. Для чего? Вот у меня есть машина времени небольшая в виде 20-литровой бутылки. Собственно говоря, она является залогом этого самого светлого будущего и моих успехов в области изготовления настоек. Вполне понятно, что настойки я делаю из груш. Груш очень много, они очень вкусные. И я с удовольствием их использую для своих опытов. Однако, здесь нужно сделать некоторые замечания. Ну, то, что у нас хороший и умный президент, я думаю, что объяснять не надо. Но его незаслуженно, очень, еще раз говорю, незаслуженно, забывают о его довольно своеобразных особенностях. Ну, всем известно, он как брутальный человек, спортсмен, так сказать, человек, который за словом в карман не лезет. И всяким этим европейским попугаем, да и американским кенгуру тоже может ответить. И ответить как следует. Это всегда приятно иметь такого начальника. Но есть и скрытые достоинства, о которых у нас почему-то никогда не вспоминают. Тут отчасти вина и наша, отчасти, так сказать, некоторая недоделанность законов. Теперь поясню, что я делаю. Я беру грушки, режу их и складываю в сосуд для живительной влаги. Что я потом сделаю? Я возьму водочку и залью эти грушки водочкой. И через 2-3 месяца они превратятся в настоечку. Ту самая, которая необыкновенно вкусна и хороша. То есть я, по сути дела, буду улучшать водку. И тут надо вспомнить о нашей истории. И отдать должное нашему современному президенту. То есть Владимиру Владимировичу Путину. Без всяких дураков. У меня тоже претензий огромное количество. И о том, как ведется научная деятельность. И о том, что превратилась в Академию наук. То есть, в общем, претензии у меня завались. Но есть и достоинства, о которых забывать нельзя. И среди этих достоинств как раз то явление, которое давило Россию на протяжении больше, чем столетия. О чем же идет речь? Речь идет о том, что в конце 19 века Николай II запретил производство, в том числе и откупщикам водочки методом дистилляции. И в нашей стране победил метод ректификации. Этот процесс не имеет никакого отношения к старым способам получения водки. Объясню. Многие любят коньяк. Но кто-нибудь пил первичный коньяк, так называемую чачу? Я не любитель. Редкая дрянь, по-моему. Для того, чтобы коньяк стал коньяком, надо перегнать еще два раза. А вот эта виноградная самогонка, она достаточно мерзотная. Но это субъективное впечатление. Есть люди, которые с детства ее хлебают, вполне довольны. Теперь дальше. Виски. Виски что? Молодой виски – это 10 лет. Как его делают? Ячменную самогонку тот, кто пробовал свежую – это тоже тихий ужас. Для этого его выдерживают в бочках, для этого его там бочки обжигают изнутри. Для того, чтобы он простоял в 10 лет в бочке из-под портвейна и получил некий вкус. Так. Ром. Ну, есть, конечно, дикие страны. Я не буду их называть. Которые производят ром методом ректификации, а потом его ароматизируют. Дрянь редкая. Я такой не люблю. То есть, ректифицированные напитки никакого отношения к традиционной выпивке не имеют отношения. По этой причине, уважаемые слушатели, надо понять, что когда Николай II запретил производство дистиллятов, он, по сути дела, пошел по пути греха. Уж за что его смастерили с трастотерпцем, так точно не за это. Хотя за это он достоин очень сильного порицания, даже физического. Выдрать бы его как следует в те времена. Не за закон, а за глупость. Почему? Потому что, запретив дистилляцию и введя ректификацию, он, по сути дела, в течение нескольких лет повысил зависимость людей от алкоголя в несколько раз. А потом Бехтерев носился, заклиная, гипотетизируя хронических алкашей. Потому что от ректифицированного, то есть высокоочищенного алкоголя, разбавленного водой, зависимость возникает быстрее. Так вот, оказалось, что эта традиция очень устойчива. Пришел к власти дорогой и любимый Владимир Ильич Ленин. И думаете, он отменил это безобразие, производство вот этого пойла ректифицированного? Так нет, ничего подобного. И дальше что происходит? А дальше происходит так, его сменил Иосиф Виссарионович. Тоже ничего не отменил. И Никита Сергеевич, и Брежнев, Леонид Ильич. Продолжали аккуратно травить население ректификатом. Какой он был, это тихий ужас. Я пробовал напитки. И помню их не только по памяти 70-х годов. У меня есть несколько бутылочек такого, таких шедевров. Пить эту мерзость советскую нельзя. Что бы кто ни говорил. Короче говоря, ситуация у нас к 2015 году сложилась очень плохая. А именно, страна была завалена ректификатом, который стоил копейки. Разбавлялся просто водой и глицерином, сахаром. Который выдавали за водку. К водке этот продукт никакого отношения не имеет. И вот произошло принципиально. Под руководством страной Путина впервые за 120 лет существования методического отравления населения с помощью ректифицированного спирта, разбавленного водой, который называли почему-то водкой, было решено разрешить производство продукции дистиллятов. то есть спустя 120 лет после решения правительства Российской империи еще в 19 веке наш дорогой президент сделал принципиальный шаг. Разрешил производство и продажу дистиллированного напитка, то есть настоящей водки. И с 15 года, казалось бы, можно было бы, так сказать, заменить вот это все мерзотное пойло, которое называется у нас водкой, на нормальные напитки, сделанные методом дистилляции. Что вы думаете, это произошло? Да и нет, конечно. Почему? Потому что нужно делать перегонные медные кубы, нужно вкладываться и делать качественную водку, а это денег стоит. Она должна производиться из ржи и разбавляться из текущих речек. А не как они пишут, эти слабоумные производители, из чистых артезианских скважин. Этого нельзя делать, это никто никогда не делал. Технологи. А некоторые из них выскакивают, и, значит, с дикой скоростью бормоча под нос всякие нелепости, говорят, а мы возьмем сейчас, понизим температуру перегонки, и будем из ректификационных колонн гнать дистиллята. У меня первое впечатление, что эти люди бредят на его. Ну вот, короче говоря, жадность, как обычно, дело погубило. То есть принято принципиальное решение о том, чтобы делать водку по тем же технологиям, как коньяк, виски и ром, качественные. Так, чтобы к каждой молекуле спирта была прицеплена большая молекула ароматических веществ. И только тогда это будет водкой. Так что я Путину клоняюсь в ноги. Потому что он сделал то, о чем все молчат. Но он дал возможность производить настоящую русскую водку, которая была, производилась до этого приступа умственного нездоровья Николая II. Ну, или там жена убедила, я не знаю, кто из них там глупее оказался. Иначе говоря, эта возможность пока не реализована. Поэтому ее приходится, так сказать, достигать качества водки вот таким способом. То есть резать грушку и закладывать водку, чтобы сорбировать на себя, с одной стороны, вредные вещества, а с другой стороны, придать этому напитку естественный вкус, запах и цвет. Чего и вам желаю. Таким образом, наш президент, которого все любят поругать, особенно сейчас, недооценен. Потому что есть не только физкультурные достижения, не только строительство спортивных центров, а есть и возможности, которые появились только во время его правления. С моей точки зрения, это настолько принципиальное событие, что за него не грех и выпить. Тем более, у меня есть настойка на крыжовнике. Она уже созрела. Чем я, собственно говоря, сейчас и займусь. И закушу я ее сливкой, которая будет собрана в следующую баночку. И буду надеяться на хорошее будущее. Ну, а вам пожелаю набираться терпения. И, может, кто-то из вас захочет начать производство и промышленную продажу настоящих, качественных, и, к сожалению, дороговатых дистиллятов водочных. На этом я с вами прощаюсь, уважаемые слушатели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok